Профессионал 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 отношения между нашими двумя народами в полярных регионах. Кроме того, я был в вашем городе туристом несколько дней. Мы посетили, успели посетить Зимний дворец, Русский музей, музей Анны Ахматовой. В общем, очень приятно провели время. И очень правильные адреса, надо заметить, были выбраны для посещения. Все верно. Единственное, я хочу очень поблагодарить наших друзей, собственно, наш сайт Фонтан Кофи, благодаря которому, собственно, господин Хатрым и оказался в нашей студии. Господин Хатрым, это все замечательно, но приходят те новости, о которых мы не можем вас не спросить, учитывая, опять же, те задачи, цели и темы, которые перед вами стоят в рамках этого визита. Читаем сегодняшние новости. Россия внезапно закрыла Баренцево море. В Норвегии забили тревогу за отказом МИД Российской Федерации на ежегодную зимнюю экспедицию, проходящую в Баренцевом море в экономической зоне России с целью определения запасов трески и пикши. МИД России не дает разрешения исследователям Норвегии на выход в море. Это вызывает сильную озабоченность у норвежской стороны, ведь без этих исследований трудно распределить квоты на вылов рыбы в Баренцевом море. Без этих данных, как пишут наши коллеги, возникает очень серьезная ситуация. Действительно, ситуация серьезная. Ваш комментарий, что происходит? Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Men vi prøver А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Så denne Vi har lang Vi samarbeid А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы как арктические государства В Арктике проживают люди Конечно очень озабочены тем Что нам необходимо вести Экономическую деятельность В Арктике Причем вести ее таким способом Чтобы от этого не страдала природа И здесь нам необходимо найти Некий баланс Между охраной природы И между Занятостью людей Потому что люди которые живут в Арктике Совершенно понятно Что им надо чем-то заниматься Им надо что-то делать Поэтому должно быть возможности У них заниматься рыболовством Развитие какой-то промышленности С одной стороны А с другой стороны Это все должно происходить Очень щедящим для природообраза И Russland и Норка Мы также базируем Ваш политик По это мы называем ФНС комиссион По хав Это интернационал рет По области Что регулирует Кистостатинские правительства И både русский Арктический политик И норский политик Басерет себя По ФНС комиссион По хав И это делает Мы также имеем Самый тип Тильнайминг В интернациональные Спасмол И когда регулирует Арктист Потому что мы Мы имеем Кистостатин У них У них У них И это И очень много Бега стран Басерясь на Это делает Мы не имеем Много конфликта И уеверенность Международные Международные Ваши Арктистатинские Спасмол Мы Мы работаем И это И все Весеные Ганские Браво Кроме того Норвегия Россия Придерживается Конвенция ООН по морскому праву Считаю ее Основополагающим Документом Для своей деятельности В Арктике Именно на ней Базируется Вся политика Норвегии России В арктических Районах Эта конвенция Определяет Права и обязанности Прибрежных Государств И поскольку Обе наши страны Считают этот документ Основным для своей работы У нас общие подходы К Арктике Поэтому Совершенно справедливо Сказать Что мы хорошие партнеры Очень важно Уточнить Одну мысль Мы поняли про экономику Совместную работу В Арктике Но Норвегия Член Блока НАТО И как мы знаем Российская Федерация Наращивает Военные присутствия В этом регионе Является ли это Взаимодействие Взаимодействием Есть ли здесь Какие-то риски И угрозы Можно ли говорить о том Что эти проблемы Серйознее экономически Это никогда не было войны между Норой и Россией. Это как-то основание. Дело в том, что это было оборудование от флотестырка в норвестном Руси, и более сильный уровень от милитарства. Но Норья не считает это быть трюссель против нас. Это я хотел сказать. Мы считает это не трюссель против Норья. Основываясь на том, что наши нации были соседями и продолжают оставаться соседями на протяжении более тысячи лет, и никогда не воевали друг с другом, можно смело сказать, что Норвегия, конечно, знает о наращивании российского военного присутствия в Арктике, но никоим образом не рассматривает это как угрозу Норвегии. Тут, наверное, нужно попросить господина Хатремова прокомментировать заявление недавнего президента России Владимира Путина. Могу протестировать президента России. Владимир Путин назвал бредовыми утверждениями о том, что Россия собирается конфликтовать с НАТО, применять ядерное оружие в отношении своих соседей, в частности прибалтийских государств. И, по его словам, в Москве хотят, чтобы влияние России было более заметным, существенным, но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание. И сразу вопрос, радует ли западных партнеров России такая миролюбивая риторика российского президента? Снимает лето напряжение, потому что Прибалтики реагируют на многие заявления крайне, крайне напряженно. И это тоже участники блоки НАТО. Да, это пока не радует. Снимает. 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 Сним blonde Продолжение следует... И мы не знаем, что это не так, что мы не знаем, но мы знаем, что это естественно. И, кстати, если вы видите на Нorge, то мы с другими странами, и мы также, как и другие Ев-пионы, с удовольствием, с удовольствием с украиной, в связи с удовольствием с украиной, В русском раке обрел. Я неcut артедского вопроса, но а также на товарищу eaten оп Est Однако, но мы тоже летым, атомный субсеритный, по сучить большинства 응 vaz ainut в состоянии In fi mentioned Ask you all kind is в смысле Люди Очень здорово Так что это очень много элементов в нашей работе. Поэтому мы относимся к Руссии с хорошим народом. Мы желаем и иметь хорошие и конструктивные отношения к Руссии. Но нашим НАТО-служиванием, это связано с сикеринтересами. Если, hypothетически, Нороги один раз в будущем были ограничены от кого-либо, то есть этот альянс. — Позвольте мне так объяснить эту ситуацию. Норвегия стала членом НАТО после Второй мировой войны. И это решение вступить в этот альянс, конечно, поддерживается всем народом и не подлежит никому сомнению. И мы всегда были ориентированы на Запад. Так же, как мы по-доброму сотрудничаем с Россией, мы всегда хорошо сотрудничали с западными странами. Вы, конечно, знаете, что Норвегия присоединилась к ограничительным мерам, которые ввело в ЕС после ситуации на Украине, поскольку считает себя частью этого западного мира. С другой стороны, мы сегодня уже с вами очень много говорили о том, что сотрудничество никоим образом не прекратилось, оно продолжается, причем в очень многих областях. Вот уже сегодня говорили об Арктике, о рыболовстве, об охране окружающей среды. Кроме того, сотрудничество сильно развивается в области поисково-спасательных операций, например, в области научных исследований. Тесно сотрудничают между собой наши регионы. У нас, как вы знаете, есть общие границы, и приграничное сотрудничество продолжается практически в том же объеме, что и раньше. Поэтому я могу сказать, что Норвегия рассматривает Россию как хорошего соседа и стремится к тому, чтобы добрососедские отношения продолжали сохраняться. Что касается НАТО, то понятно, что Норвегия малая, маленькая страна, и в той гипотетической ситуации, если кто-нибудь нападет на Норвегию, она должна как-то себя защитить. Я работаю в Санкт-Петербург. И я, в том числе, в том числе, ровно норкоте, из трех норных норных фельдов, в параллельно с Норвестной Русской области. И они есть в различные отношения. Это есть университет, и другие типы института, так что это специально в Нор-Норке. И Норвестной Русской области есть очень тетя и это исторически в последние 20 лет. И это мы делаем, что мы можем продолжать. И так же, как Санкт-Петербург, это очень важный город, потому что это очень важный город, потому что это очень важный город, в этой неделе Русской области. Например, еще такой пример. Одновременно со мной сейчас в Санкт-Петербурге находится очень много норвежцев. В основном это представители трех северных провинций Норвегии, которые приехали сюда по совершенно разным поводам. Это и ученые, это и деятели культуры. Все это показывает, что мы стремимся к развитию, укреплению наших отношений, а Санкт-Петербург в этой связи играет важную роль, поскольку это главный центр северо-запада России. Можно я скажу несколько слов об ядерной безопасности, поскольку вы еще не спросили об этом? А это следующий вопрос. У нас строится ЛАЭС-2. Безусловно, вы знаете об этом, вы за этим следите. У нас много экологических трудностей. Что сейчас в первую очередь интересует вас, беспокоит вас, какие сферы являются первоочередными в взаимодействии с нами именно в контексте ядерной безопасности? Это было на следующий вопрос. Прежде всего, я должен сказать, что Норвегия и Россия уже на протяжении более 20 лет сотрудничает по вопросам ядерной безопасности на северо-западе. Прежде всего, как раз такая встреча прошла сейчас наше рабочие группы. Эта рабочая группа со стороны России возглавляет Крюков из Росатома, а с норвежской стороны возглавляю я. Прежде всего, в конце концов, в конце концов, в том числе, в том числе, в том числе, мы стоимокат кернекafт-бренси, которые были пласены в Андреабутре, по Мурманск Халлой. И мы это в интересе, и мы срежем это материал, и мы срежем это материал, и мы срежем это в СИКЕРТ Депо в Урал. Это очень сложный операция, и Норкет придется с множественными средствами для того, чтобы создать инфраструктуру в Адреабукте, для того, чтобы транспортить это материал материалом в СИКЕРТ Депо в Майяк, Сибир. Это началось все с того, что после окончания холодной войны в Андреевской бухте в Мурманской области осталось довольно большое количество ядерных отходов. И Норвегия посчитала, что это будет в ее интересах помочь России надлежащим способом перевести эти отходов в специально оборудованные хранилища в городе Майяк, Сибири. И также срежем кернекraftверка по Кола и Ленинград област, и это будет оборудоваться для того, чтобы оборудоваться с сибиром, и сибиром культуру кнуты к крафтверке. Но это же Руссия что инвестирует абсолютно в струже медленные, поэтому мы не хотим оттекать от Норка будет более чем Руссия, но мы хотим оттекать от по русской сети, сетте приз на те медлены, которые мы поддержим, и что мы работаем хорошо, и что наши регулирования, что они работают хорошо, в связи с тем, что вместе работают на международные стандарты, потому что если что-то неудобное, то это так много нас, потому что винт блогает нас, поэтому мы должны делать это. Это хорошо для России, хорошо для Норвы. Второе, конечно, вторая основная тема сотрудничества по этим вопросам, это ядерные станции на Кольском полуострове и в Ленинградской области, и здесь мы совместно работаем над укреплением их безопасности. Вы не должны меня понять неправильно, я ни в коем случае не хочу сказать, что Норвегия инвестирует больше, чем Россия в эти проекты, нет, во все проекты основные инвестиции приходят с российской стороны, но мы чувствуем, что наша помощь и поддержка она высоко оценивается российскими властями, и мы вместе работаем над тем, чтобы установить такие международные стандарты безопасности, потому что если вдруг, не дай бог, что-то случится на этих ядерных станциях, то ветер дует в нашу сторону, и нас это затронет точно так же, как и вас. Но мы услышали, что диалог идет, это хорошо и важно. Нас коллеги с Фонтанка Фи очень просят задать вам два вопроса. Первый вопрос. Про приграничный туризм. Ездят ли норвежцы в России так же, как финны, за дешевым бензином, продуктами, или они ездят в более дешевую Финляндию? Ну и здесь же история про забор, я не могу не спросить, в новостях это было, и очень активно обсуждали, что якобы Норвегия отградится от России забором до конца этого года. Это правда? Откуда такие новости? И что является причиной для таких решений, очень важный вопрос? Это было два вопроса YouTuberа про фин в том, что границы земли с Русскому. Кому это будет так? Давайте back to последний вопрос. Ситуацияrit в том, что Норке будет это 200 метров электр nutritional геериндят в коридорискому Геерингу в Борисклею. Русскому геерингу-гиляму и контрольные сети. И мы продолжали русскому времени , поэтому это было немного драматического оверскрифт в авиации. 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 Оверскрифт в авиации.